как оказалось даже 2020 году есть спрос на классический интерфейс автокада давайте посмотрим что можно сделать уже достаточно давно классический интерфейс считается устаревшим но видимо люди которые привыкли 20 лет назад работать в нем и задают ряд вопросов под предыдущими нашими видео что ж вот мы наблюдаем 2020 версия автокада и примерно к такому варианту мы можем привести интерфейс если это вас устроит если именно примерно вот такой вид с меню различными вернее с палитрами расположенными в таком виде вы принимаете за классический интерфейс значит вам видео данное поможет если же нет значит можете смело закрывать и не слушать дальше и так что мы наблюдаем в качестве интерфейсов три стандартных это наброски с аннотациями трехмер как основная и трехмерное моделирование я предлагаю использовать наверно плоской аннотации для создания базового интерфейса для вашего так называемого классического значит сверху у нас есть панель быстрого запуска где мы с вами можем выбрать следующую вещь это показывать верхнее главное меню оно называется шоу-меню бар на английском языке как только вы включите шоу-меню бар мы с вами можем увидеть здесь вот выпадающие меню те же которые всегда и присутствовали в автокаде это первая часть марлезонского балета нашего значит если вы по какой-то причине очень уж ненавидите ленту вкладок ее можно или отключить вовсе или я все-таки рекомендую свернуть и оставить потому что большинство новых функций добавляются именно в ленту вкладок как бы это ни было печально для нас с вами вот нажимаем пункт меню tools выбираем toolbars и автокад нам с вами судя по всему понадобятся размерная части рисования как минимум то есть выставляем панель рисования панели в плавающем виде обычно устанавливаются если мы до этого никуда не размещали поэтому их нужно будет потом располагать в тех местах которые вам хочется которым вы привыкли размерная панель к панель ну наверно большинство из нас хотела использовать для object snap объектных привязок это те наши любимые привязки которые мы 20 лет назад использовали из этой панельки в общем смысл вы поняли дальше необходимо в нужных местах его установить ее установить двойным щелчком когда вы щелкаете она по умолчанию стыкуются к верхней части но любая из панель стыкуются к верхней части но мы с вами можем расположить значит таким образом каким вам считаются удобным а дальше уже добавление тех панель можно осуществлять складки самой панели и выбирать те элементы которые вы считаете нужными ну например стандартной панели которая содержит стиль который содержит в те же калькуляторы окна свойств и так далее и тому подобное вот в общем то и все что я хотел вам показать надеюсь у вас никаких проблем не возникнет с использованием по этих вот панели к меню естественно вам нужно будет вернее не нужно будет а можно с помощью настроек интерфейса создать новое рабочее пространство назвать его например классическим его сохранить применить прошу прощения я как раз отменил его ну для этого надо было установить все и настроить эти вещи и сохранить в этот классический интерфейс для сохранения после того как вы настроите интерфейс под ваши нужды необходимо будет создать новое классическое пространство и после этого использовать кнопочку сохранить существующие в качестве классик перезаписать перезаписать после этого можете переключаться на стандартный интерфейс с лентой случае необходимости у меня на сейчас просто свернута и быстро переключаться на классический интерфейс с вашими настройками в любой момент благодарю за внимание